Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о другой группе планет Солнечной системы, которые называются планеты-гиганты. По сравнению с планетами земной группы они огромны. Посмотрите, как красив и красочный Юпитер – самая огромная планета в нашей Солнечной системе. Планеты-гиганты отличаются от планет земной группы тем, что имеют огромные размеры, маленькую плотность и большое удаление от Солнца, из-за чего они получают от него мало энергии и получается очень низкая температура. Итак, сегодня у нас с вами Юпитер – самая огромная планета в нашей Солнечной системе. И, конечно, свое имя она должна была получить от самого большого бога античного пантеона – Юпитера. В греческой мифологии это Зевс. Очень трудно сказать, кто, когда первый раз увидел эту замечательную планету на небе, потому что Юпитер относится к тем планетам, которые каждый день можно видеть на небе невооруженным глазом. Наверное, еще древние античные астрономы ее, конечно, уже наблюдали. Впоследствии, да, и первым человеком, который посмотрел на нее через телескоп, конечно, был кто? Калилей. Он открыл четыре самых больших спутника Юпитера, а потом уже другие, когда рассматривали Юпитер в телескоп, тоже обнаружили очень много интересного. В частности, астроном Кассини, например, обнаружил большое красное пятно и, более того, увидел, что атмосфера Юпитера вращается послойно. Картинку нам покажите, какие корабли исследовали Юпитер. Несмотря на то, что он так далек, людям очень хотелось посмотреть на него поближе. И к нему отправлялись. Ох, какое вот, посмотрите, красное пятно, какое замечательное. И послойное вращение Юпитера. А на первой картинке у нас не только Юпитер, но и аппараты его исследующие. Где у нас первая картина? Да, вот, посмотрите, какая. Надо сказать, что первым к Юпитеру приблизился космический аппарат Пионер-10, потом был Пионер-11, потом был Вояджер-1, Вояджер-2, Галилео или Скассини и новые горизонты. А вот самым последним из наиболее последних был, конечно, зонд Юнона, запущенный в 2011 году, и который приблизился к планете только в 2016. Если сравнивать Юпитер с нашей планетой, то сравнение очень интересное. Юпитер более чем в 300 раз превосходит по размерам нашу Землю, а по массе, если все планеты нашей Солнечной системы, массу всех планет Солнечной системы сложить, то масса Юпитера окажется в 2,5 раза больше этой суммы. Ну, действительно, огромен. Температура на Юпитере, конечно, низкая. В верхних слоях атмосферы она составляет минус 140 градусов Цельсия, но по мере углубления внутрь атмосферы температура резко, не резко, а все время повышается. И в конечном итоге ученые дошли до того уровня исследования, что определили в ядре Юпитера. Температура может составлять 36 тысяч градусов. Конечно же, от таких перепадов температур, естественно, сильнейшие бури происходят на Юпитере, и движение этих воздушных потоков, воздушных газовых потоков, составляет 600 километров в час. Юпитер вращается очень быстро вокруг своей оси, он вращается очень быстро, где-то около 10 часов. Представляете, такой волчок, кем-то запущенный, вращается и быстро-быстро вот эти все слои смещаются, все эти бури происходят. Наверное, там очень неспокойная атмосфера. И так далеко находится Юпитер от Солнца, что один оборот вокруг Солнца длится 12, приблизительно 12 земных лет. Год на Юпитере длится 12 земных лет. Скорость орбитальная приблизительно 13 километров в секунду. Есть наклон орбиты, где-то в 6 градусов. Что же собой представляет атмосфера Юпитера? Давайте посмотрим мы вторую картинку. Там тоже очень много интересного. Спасибо этим космическим кораблям, которые пролетели мимо и которые посылают такое количество любопытной информации, хватит на десятилетие ученым обрабатывать. Вот посмотрите, какие роскошные, совершенно юпитерианские виды нам представлены. Атмосфера Юпитера на 90% состоит из водорода и почти на 10% из гелия. Есть, конечно, там и другие. Ну, например, аммиак. Видите, какой желтый, вот эти вот желтые полосы, они определяются, это белые-желтые полосы с содержанием аммиака. Но водород и гелий, гелий и водород, да, правда, напоминает, что это почти Солнце, ведь Солнце наше тоже состоит в основном из водорода и гелия. Вопрос тогда, почему же Юпитер не звезда? Кроме того, любопытный факт, что Юпитер получает от Солнца энергии значительно меньше, чем сам выделяет. Он греется, это печка в нашей Солнечной системе. Почему же он не стал звездой? Все дело в массе. Массы Юпитера не хватило. Для того, чтобы внутри возникли термоядерные реакции, нужно очень большое давление, и, естественно, чтобы она была высокая очень температура, на что Юпитеру не хватило массы. И он, говорят, если бы набрал так еще 80 раз таких вот масс, как он, он бы стал звездой. А что? Это было бы очень любопытно. Ведь астрономы говорят о том, что во Вселенной одиночных звезд, таких, как наше Солнце, не так много. В основном звезды бывают двойными, тройными, кратными. И вот могла бы случиться такая вещь, что Юпитер все-таки дотянул бы в массе, и тогда бы в нашей системе была не одна звезда, а две Солнца оказалось бы звездой двойной. Было бы интересно. Магнитное поле Юпитера огромное. Посмотрите. Ну, это, конечно, рисунок. Но магнитное поле оказалось таким громадным, что по размерам оно там сотни миллионов километров представляет собой, и это магнитное поле даже пересекает орбиту Сатурна. И напряженность этого поля, сила магнита этого поля, намного более чем 12-14 раз превышает магнитное поле Земли. Но самое интересное, что если посмотреть на магнитное поле нашей Земли, на Земле такой кругленький магнит, и такой аккуратненький, симметричненький, а вот у Юпитера магнитное поле, знаете, как представляются, ученые доказали, что оно представляет собой такой магнит, загнутый под прямым углом, и еще с какими-то там такими наростами на концах. И получается так, что один из полюсов магнитного поля, магнита Юпитера, но, естественно, там северный и южный полюс обязательно есть, он попадает как раз в... близко к экватору расположен. Очень интересно. Надо сказать спасибо, конечно, космическим аппаратам, зонду Юнона, который исследовал послойно, значит, магнитное поле, и карту магнитного поля сумел дать такие данные, которые вот позволили составить магнитную карту Юпитера, и измерил его силу на разных глубинных уровнях. Поверхность Юпитера. Посмотрите, какая замечательная поверхность. А где твердая? А твердый-то нет. Юпитер-то это газовый гигант. Условно ученые считают, поверхность Юпитера начинается на том уровне, где атмосферное давление, пишут один бар, но это приблизительно одна атмосфера, как земная атмосфера одна. Вот условно считают, что вот этот вот диск Юпитера начинается. На самом деле это газовый гигант, хотя и с ядром, конечно, имеется. Внутри него ядро, как и у любой другой планеты. Большое красное пятно. Вон оно, посмотрите на картинке, как его красиво видно. Большое красное пятно, которое очень давно было открыто, представляет собой, как показали те же летательные аппараты, это антициклон, такой вихрь, который вращается против часовой стрелки с огромной скоростью. И этот вихрь, этот антициклон бушует уже несколько сот лет. 400 лет его наблюдают, но сколько было до того, как на него Кассини обратил внимание? Может быть, еще столетия. Хотя ученые сейчас, наблюдая за красным пятном, заметили, что оно становится меньше. Наверное, утихает уже этот вихрь. А вот теперь посмотрите-ка, какие замечательные кольца есть у Юпитера. Да, это не Сатурн, но кольца у него есть. Вон, посмотрите, как они отсняты тоже аппаратами, естественно, в определенном режиме световом. Но тем не менее, оказалось, что у Юпитера, так же, как у Сатурна, есть кольца. Они, конечно, не такие яркие, не такие красивые, но они все-таки есть. И обратите внимание, что на Юпитере полярные сияния. Как это красиво. Полярные сияния бывают у нас на Земле. Связано это с тем, что частицы солнечного ветра, они в магнитном поле Земли создают такие условия освещения. Но это не обязательно только для Земли. Оказывается, такие явления на других планетах возможны. И вот на Юпитере тоже возможно вот такое красивое, замечательное явление. Конечно, все это сфотографировано, заснято в определенном световом режиме. Спутники Юпитера. Это тоже отдельный разговор. Всего у Юпитера сейчас, ну, по последним данным, которые мне удалось, так сказать, почитать, они считают 79. Но говорят, что их, наверное, около 100. Космические аппараты все открывают и открывают эти спутники. Первые четыре были открыты Галилеем, как я уже сказала. И эти четыре спутника можно сегодня наблюдать в самой простой... По-моему, даже в бинокль можно, но в небольшой телескоп их легко видеть. Это ИО, Европа, Ганимед и Калисто. Все они замечательные. Ведь благодаря спутнику ИО, впервые, благодаря этому спутнику, затмению этого спутника, удалось определить скорость света. Ведь скорость света 300 тысяч километров в секунду определить в условиях Земли очень трудно было. А вот астрономам это удалось, благодаря наблюдению за спутником ИО. Вот те четыре спутника, которые открыл Галилей своим первым телескопом. И картинка нам позволяет их сравнить. Это, конечно, картинка, но все-таки фотографии спутников. ИО, Европа, Ганимед, самый большой, и Калисто. Посмотрите, сравним их с Землей и Луной. Видно, да, какие-то большие спутники, потому их так хорошо видно в простой телескоп. ИО. Ближайший к Юпитеру спутник очень интересный, а еще очень знаменательный. Благодаря наблюдению за спутником ИО удалось впервые определить скорость света. Это трудная задача, и физики не могли с ним долго справиться. Поэтому первыми справились с ним астрономы. Они же владеют такими большими расстояниями. ИО – вулканически активный спутник. Большая часть его покрыта лавой. Европа. Какой замечательный спутник. Говорят, что под его ледяным покровом находится огромный океан. Такой большой, больше даже, чем океаны Земли. Ганимед. Ну, он просто самый большой. Пока интерес к его строению не очень как-то есть, и поэтому данных мало. А вот Калиста, спутник, тоже говорят, самый далекий, тоже говорят, есть океан подлёдный, о чем свидетельствует его магнитное поле. Все спутники обращаются к своему хозяину, к своему Юпитеру одной и той же стороной, как Луна к нам. И некоторые из них вращаются, остальные спутники движутся по-разному, некоторые вращаются и в обратную сторону. Такие возможно. А вот эти четыре спутника обращены одной стороной и вращаются вокруг Юпитера синхронно. Очень интересно. Сколько лететь до Юпитера? Я уже говорила, что Юно налетел почти пять лет. Но до этого надо, конечно, подбирать момент, когда Юпитер приближается ближе к Земле, и, например, первые космические аппараты, они добирались за 500, 600, 700 дней до Юпитера. Но Юнона добралась и сделала столько открытий, и столько замечательных моментов для изучения преподнесла нашим ученым. Ну, особо статья надо отдать этой Юноне. В ходе миссии установлено как минимум два рекорда. Юнона – первый космический корабль, который так далеко улетел только на солнечных батареях. Ведь Юпитер от Солнца очень далеко, и получается, энергии там не так много. А вот три больших солнечных батареи, которые были видны на первых картинках, они дали возможность так долго Юноне работать. И предполагалось, что Юнона должна... Она очень долго проработала, смотрите, с 2006 года она все работает и работает. И предполагалось, что она в 2018 году уже закончит свою работу, но, оказывается, еще не стякла, и НАСА решила продлить ее миссию до 2021 года. Представляете, сколько она еще интересного нам расскажет и открытий сделает. Благодаря Юноне ученым удалось совершить такое количество открытий и измерить глубину красного пятна, и вихри, и получить множество фотографий, которые вы видите перед собой. Таких фотографий больше нет. Сегодня благоприятное время для наблюдения Юпитера. Его можно видеть ночью и утром. Находится он сейчас в созвездии Змеиносца. И очень интересно, что буквально вчера Юпитер начал свое ретроградное движение. Что это такое? Ну, планеты, они не как звезды движутся по одной и той же траектории, они петляют из-за совместного движения. Значит, Земля движется, мы наблюдаем с движущейся точки, и Юпитер движется, скорость движения разная, орбиты разные. И поэтому нам кажется, что Юпитер и все планеты Солнечной системы, они петляют при своем движении по небу. То есть сначала они движутся, как все звезды, по против часовой стрелки, а потом, значит, возвращаются. Это называется ретроградное движение. Вот как раз сейчас Юпитер начал свое ретроградное движение. И достаточно долго это будет продолжаться. Итак, как много интересного нам рассказали космические аппараты. И еще нам, надеюсь, расскажут. Что же мы сегодня узнали? Давайте еще раз посмотрим на эту замечательную планету со стороны. Как попробуем к ней приблизиться, вот на таком космическом корабле. Наверное, еще будут экспедиции. Далеко, трудно, но интересно. И можно узнать столько. Посмотрите, какой красавец у нас. Ну, совершенно замечательный. Если бы не аппараты, мы бы таких хороших фотографий, таких снимков, которые нам Юнона посылала много лет, ни за что бы не имели. Итак, что же мы сегодня узнали о Юпитере? Юпитер – пятая планета Солнечной системы. И ее масса превышает нашу в 317 раз больше массы Земли. Многие аппараты изучали Юпитер, и сейчас там еще работает Юнона. У Юпитера самое большое, самое сильное магнитное поле среди планет Солнечной системы. День на Юпитере длится 10 земных часов, а год – 12 земных лет. Наверху облаков температура минус 145 градусов, а атмосфера Юпитера состоит из водорода и гелия. У Юпитера четыре кольца. Самое главное из них – оставленное после столкновения метеоритов с четырьмя спутниками. Ураганы на Юпитере всегда сопровождаются молниями, вы видели их на картинках, и гораздо сильнее, чем штормы на Земле. Юпитер имеет 79, я скажу, спутников, но это не конец, будут, видимо, еще. Большое красное пятно, замечательное, на Юпитере, отличительна его черта, оно представляет собой вихрь. Ой, посмотрите. А это спутники Юпитера, которые могут быть, конечно, и правильной, и неправильной формы. Посмотрите в сравнении. В сравнении, какие нам… Да, ну это уже, конечно, схемы. Мы смотрим, что Юпитер находится за Марсом, и вы видите, что следующая встреча нас ждет тоже с удивительной планетой Сатурном. Но сегодня вот наш красавец Юпитер предстал перед нами во всей своей красе. Я надеюсь, вас впечатлила эта замечательная планета. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok